всем привет с вами тед и второе видео за зерга второй шаг что же это будет за шаг 1 базовые алыны это очень прикольно это очень круто но что самое крутое мы будем играть не просто 1 базовые алыны которые вы могли привычно видеть в каких-то играх профессионалов там link flood и прочее 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 которые даже фейковые с двумя тремя базами которые вы могли видеть моих гайдах мы здесь будем играть чисто с одной базы уникальный стиль и в этом видео вы знаете зачем это делать я собственно покажу как это можно делать и если досмотрите до конца вас будет ждать классный сюрприз где-то посреди видео поэтому смотрите смотрите внимательно так что за сюрприз будет классная ссылочка хотя ладно я рассекречу сейчас ссылочка на мой видос в предложке обязательно посмотрите а там я рассказываю почему стоит тренировать такой стиль игры но если вкратце то это нужно сделать для того чтобы сократить время игры и за час тренировать больше полезных навыков потому что как вы знаете вся сущность starcraft сводится к тому что вы должны построить какое-то количество рабочих к примеру 60 как в прошлой серии до за там пять минут и оттуда мы начинаем строить юнитов вот так здесь мы делаем то же самое только мы сокращаем сжимаем всю игру все стадии в очень короткие части наша цель здесь сделать одна базовую экономику которая помогает нам поддерживать какое-то производство юнитов с одной хаты это производство можно посчитать по моей табличке из первой серии вот и здесь собственно я показываю сейчас вот раз таки такую штуку мы не разведываем мы делаем дрон овердрон и мы пытаемся попасть нужную нам экономику то есть я здесь буду сейчас играть в тараканов нужная экономика это 14 дронов на минерале и по два дрона на каждом газу то есть изначально мне газ принципе не надо поэтому все и виду в именно минералы потом развожу их и ставлю ручь варен делаю к вину отсюда парочку оверов на сдачу ручь варен достроился и начинаем сделать рачей все то есть посмотрите за две минуты я построил какое-то количество дронов я потренировал этот навык хоть и не на протяжении там пяти минут и теперь мой навык должен сводиться к чему к тому что я делаю инъекцию и отправляю тараканов в атаку да то есть все вот этот навык и суть в том что в длинной игре вы будете делать то же самое такое умноженное на 3 на 4 до зависимости от того сколько у вас queen сколько у вас хат если три хаты то вы делаете 3 инъекции и вы заказываете с трех кат тараканов то есть если с 1 заказываю 5 штук с 3 15 вся разница и здесь мы тренируем этот навык это важный навык в этом вся суть это будет не самый выгодный билд вы им возможно будете проигрывать это нормально самое главное понимать что вы тренируете навык и это вот ну самое основное и сейчас в режиме тренировки следите за инъекциями этой квины продолжайте строить тараканов оверов как надо здесь оверов я поднастроил поэтому только тараканы вот как бы закончилось этот производство личинок сразу новая инъекция и копитесь примерно до 4 минуты можно ничего не делать можно побегать тараканами поискать там прокси пилоны вот кстати нашел dark shine здесь тараканами по итогу так получилось прикольно но суть в том что вы должны просто копиться копиться и где-то в 4 в 4 30 выходить в атаку вот 4 10 я собрался выходить в атаку как видите с экономикой полнейшие полнейшее попадание постоянно ресурсы почти 0 сливаются вот немножко подкопились потратиться на лэйры естественно сейчас наверно должны потратить на лэйр делаем пару равагеров приходим и деремся то есть вот ваша задача построить юнитов потом пойти ими попробовать подраться опять же большая армия ими управлять немножко по-другому там другие сущности наши должны использоваться ну не наши зерговские естественно вы должны там по-другому ими управлять но что самое главное что в целом вам нужна армия и чтобы вот у вас было большая армия вовремя нужно тренировать эти навыки так мы приходим за пять минут деремся если же если мы вот этим проигрываем у нас не получается победить соперника начинаем следующую ничего страшного вот давайте посмотрим еще одну вариацию вот еще одна вариация одна базовая волына опять же просчитанная по табличке все весьма просто и понятно здесь термо что-то заваривает нам натурали нам-то все равно поэтому в принципе на пару лингов построена на всякий в тяне здесь я играю в гидру для гидры мне нужно опять же полу просто полная одна базовая экономика этого достаточно для гидры делаем быстрый лэйр делаем квину делаем гидроден квина вылазит можно начинать делать гидру вот и все да ведь третья минута мы готовы производить гидру мы начинаем собственно это делать и будем атаковать с апгрейдами на гидру то есть два апгрейда учим и идем в атаку а все это время просто строим 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 вот видим что он планета ручку тут нам пытается запилить мы и естественно прогоняем то что мы вышли в гидру на четвертой минуте продолжаем тратить деньги привыкаем тратить деньги и выходим как и раньше на четвертой минуте в пуш все приходите на пятой минуте да это не страшная войска но суть в том что вы просто привыкаете производить юнитов как это выглядит все мы отсюда наверно стоит показать давайте 430 собрались пошли в атаку выходим проверили кинули инъекцию сразу же это что надо инъекции поддерживать иначе у вас деньги начнут копиться и здесь вот этому вы как раз и учитесь там кидайте криво если еще успеваете 2 пеной немножко тут походили подрались смотрим на гидру заказываемся из хаты через контрольную группу и вот у нас в принципе начинается сейчас битва инъекция как раз готова и мы прыгаем на базу кидаем инъекцию сразу же вот в этом вся суть чтобы инъекции не пропускались чтобы у вас постоянно были личинусы чтобы вы могли заказывать кучу гидры и тогда вы этим армии приходите и собственно все ломаете вот такой вот у нас первый шаг 2 точнее уже спасибо за ваши лайки и комментарии напоминаю что эта серия это часть обучающей программы из десяти шагов вы можете посмотреть всю программу перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию с вами был дед а